МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. За помощью к губернатору. Председатель Гомельского облсполкома Геннадий Солове провел прямую линию и прием граждан в Рогачеве. Чем больше достижений, тем больше новых задач. В Мозырском совхозе-комбинате «Заря» побывала Марина Джалая. Клуб миллионеров. Беларусьнефть провела пресс-тур по скважинам, которые за 55 лет добычи дали более миллиона тонн нефти. «Отцы и дети» – тема для разговора актуального во все времена. Чему учат в папа-школе, нам рассказал лидер Совета отцов города Гомеля Сергей Бычков. Подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Благоустройство Рогачева, решение земельных споров и создание музея имени Владимира Короткевича. Эти и другие темы прозвучали во время прямой телефонной линии и приема граждан, которые на этой неделе провел председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. По всем вопросам даны разъяснения, каждая взята на контроль. О том, что волнует жителей Рогачевского района, сюжет Дмитрия Котова. Одной из первых на прямую телефонную линию обратилась Валентина Кравченко. Женщина проживает в одном из микрорайонов райцентра, общее число жителей которого – 4000 человек. Коммуникации устарели, на отдельных участках дорог образовались большие ямы. После дождей добраться до подъезда – задача не из простых. Работы по благоустройству дворовой территории, к слову, уже начались. Однако женщина попросила губернатора взять этот вопрос на личный контроль. Председатель Гомельского облсполкома поблагодарил за активную гражданскую позицию и, забегая вперед, скажем, после прямой линии и приема граждан, выехал непосредственно на место, где знакомился с ходом проведения работ. Их первый этап завершится приблизительно через месяц. Руководством Рогачевского райисполкома принято решение – лучше сделать меньше по объему, но более качественно. Пока полностью благоустройство в микрорайоне не закончится, этот вопрос будет среди наиболее актуальных. Были изысканы деньги, средства из районного бюджета – порядка 350 тысяч. Данная сумма сегодня определенная подрядная организация. Проводятся строительно-монтажные работы. Ну а ко второй части дворовой территории, если получится, то в этом году мы продолжим работу. Среди озвученного во время прямой линии конструктивное предложение, прозвучавшее от Александра Лейкина. Житель Рогачева высказался по поводу создания музея имени Владимира Короткевича, который, кстати, является самым популярным отечественным писателем в Беларуси. В райцентре уже есть улица и библиотека, которые носят имя прославленного мастера. Музей планируется создать в доме, где писатель создавал свои самые знаменитые произведения. Здание сохранилось до наших дней. Сейчас здесь живут родственники Владимира Короткевича. Но по состоянию здоровья ухаживать за зданием им сложно. Председатель Гомельского облсполкома идею поддержал, но отметил, что сначала ситуацию необходимо внимательно изучить. Мы посмотрим то, что при ориентации под музей, то, что там люди проживают, посмотрим к этому вопросу. Мы учтем ваши предложения, посмотрим, как это правильно сделать. Спасибо большое. Земельные споры, жилищные вопросы, ремонт отделения Рогачевской ЦРБ. Тематика обращений самая разная. К примеру, на прием пришел фермер с просьбой о предоставлении дополнительных пассивных площадей. Его 200 гектаров не хватает, чтобы содержать около 400 животных. В результате показатели по производству молока упали с 24 литров на корову до 18. Председатель облсполкома подчеркнул, что фермеры, которые демонстрируют хорошие результаты, должны получать помощь и поручил местным властям разработать варианты. Все озвученные людьми вопросы взяты под личный контроль губернатора. Также стало известно, что в ближайшем будущем выездные приемы в районах главы области и его заместителей будут проходить два раза в месяц. Соответствующий график сейчас разрабатывается, и вы сможете ознакомиться с ним на сайте облсполкома, либо позвонив в отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц облсполкома. Кроме того, до проведения приема, как правило, будет запланировано проведение прямой телефонной линии, и те люди, которым тяжело, скажем так, приехать, либо не имеют возможности, смогут позвонить на указанные телефоны и задать напрямую вопрос губернатору, либо его заместителям. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько. Новости недели. Вы смотрите новости недели на телеканале «Беларусь-4». Мы говорим о главных событиях, уходящих семи дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Усиление ответственности руководителей и работников, профилактика, дальнейшее повышение эффективности работы наблюдательных комиссий и мобильных групп. На заседании Гомельского облсполкома дали оценку исполнению требований директивы президента номер один в первом полугодии 2019-го. Основания для серьезного разговора есть. По сравнению с первым полугодием 2018-го в области погибло на 5 человек больше. Снизились показатели смертности на пожарах в результате суицидов и утоплений. Дорожно-транспортные происшествия, убийства и производственный травматизм, к сожалению, продемонстрировали рост. Производственный травматизм на особым контроле. В каждый случай гибели или получение травм внимательно анализируется. Как показывает такая работа, в 40% случаев вина лежит на самих пострадавших. А потому повышение производственной дисциплины, мотивация работников к соблюдению правил охраны труда и жесткий контроль. Вот пути к уменьшению печальных цифр. Среди данных поручений также повышение эффективности работы наблюдательных комиссий. Мотопутешественник Александр Поци посетил Гомельскую область. Итальянский волонтер известен тем, что совершает долгосрочные путешествия на мотороллере Веспа по странам Европы, во время которых собирает пожертвования. Очередной пробег финишировал в Гомеле. Деньги поступают в Ассоциацию помощь детям Парма. Организация оказывает поддержку в том числе и детским медицинским и социальным учреждениям Гомельской области. В течение трех дней гости из Италии посетили детские социальные и медицинские учреждения в Гомельском, Кармянском и Речицком районах. Радостный день для будущих первоклассников. Более 30 детей получили наполненные канцелярскими принадлежностями портфели. Акция «Соберем портфель школьнику» прошла в Ининской гимназии Гомеля. В мероприятии участвовали общественные организации, представители предприятий и районных властей. В портфеле со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями получили более 30 семей, которые в этом году отправят своих детей в первый класс. Причем такую помощь оказывают тем, кто имеет в этом первоочередную потребность, многодетным семьям и тем, в которых растут дети-инвалиды. Устойчивое развитие региона невозможно без стабильной работы крупных производств, в том числе тех, которые обеспечивают жителей области вкусными и качественными продуктами. Уникальное в своем роде единственное многопрофильное предприятие в регионе – совхоз «Комбинат Заря». Сельхозгигант демонстрирует пример того, как в не самых простых экономических условиях можно достигать завидных результатов. Недаром сюда едут работать за десятки километров. Зарплата и условия труда здесь действительно на высоте. О буднях и перспективах развития предприятия – актуальное интервью с его руководителем Олегом Слинько. Олег Михайлович, мы уже походили по хозяйству, посмотрели. И, конечно, для того, чтобы добиться таких результатов, хозяйство прошло огромный путь. Расскажите, пожалуйста, кратко, что было самое сложное и что представляет хозяйство сегодня. Наше предприятие было создано в 1996 году. Первым руководителем нашего предприятия был Владимир Андреевич Дворник. Оно было создано на базе свиновоческого комплекса по производству свинины. За эти 23 года хозяйство много раз преобразовывалось. И вот вы видели, что мы представляем собой на сегодняшний день. А это по площади сельскохозяйственных угодий, порядка 11 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Площадь находится на территории двух районов – Мозырского и Наравлянского района. В растеневодстве уделяем особое внимание производству кукурузы, так как в наших погодных условиях эта культура наиболее ярко себя проявляет. И мы добиваемся наиболее высокой урожайности именно на этой культуре. Вы видите, хозяйство многоотраслевое в плане производства животноводческой продукции. Основная отрасль – это свиноводство. В хозяйстве насчитывается около 55 тысяч голов свиней. В месяц мы производим и реализуем около 800 тонн мяса свинины. Вторая наша отрасль по объему – это отрасль крупнорогатого скота. В хозяйстве насчитывается около 6,5 тысяч голов. Из них 1600 дойных коров. Производим около 200 тонн мяса в месяц. По удою на корову мы занимаем лидирующее место в Гомельской области. И по итогам работы за полугодие 2019 года занимаем пятое место в Республике Беларусь. Также в хозяйстве имеется птицефабрика, которая была присоединена к совхозу комбинату «Зара» в 2004 году, на которой производим яйцо и производим мясо бройлера. За прошлый год получили около 2,5 тысяч мяса птицы, или где-то около 200 тонн в месяц. А также за год получили 67 миллионов яйца при наивысшей продуктивности птицы в Республике Беларусь. Продуктивность на одну куру несушку составила 340 яиц. Продукция животноводца, про которую я рассказал выше, она вся перерабатывается непосредственно в хозяйстве. То есть у нас имеется цеха по переработке продукции на птицефабрике, на свинокомплексе, на которых тоже работает довольно большой коллектив. Переработкой продукции занимается парадка 200 человек. И все это реализуется в фирменной сети, которая на сегодняшний день представлена 26 магазинами в разных регионах Гомельской области. Продукцию, конечно, фирменных магазинов Дары Адзари знают все. И скажите, пожалуйста, в каждом ли районном центре появились ваши фирменные магазины и планируете ли расширять вы торговую сеть? Мы постепенно, планомерно расширяем свою торговую сеть. То есть стараемся, чтобы где-то каждый год построить новый магазин. Поэтому мы на достигнутом, я думаю, что не будем останавливаться, а постепенно будем расширять и в этом и в следующем году. Потому что бренд Дарь Адзари создан, поэтому его надо поддерживать, расширять и двигаться вперед. А вот сколько наименований продукции сейчас выпускает предприятие? Ассортиментный перечень именно нашей продукции где-то составляет больше, чем 250 наименований разнообразной продукции. То есть начиная от продукции свиноводства, заканчивая продукцией птицеводства, молоком, кефиром. То есть большой ассортимент, большое разнообразие. И я думаю, что даже самый привередливый покупатель что-то для себя найдет на прилавках наших магазинов. Хозяйство за эти годы достигло очень многого. Мы сами убедились в этом. Я думаю, наши телезрители тоже, и те, кто пробовал продукцию Дарь Адзари, покупают ее. Но все же я думаю, что хозяйство не будет стоять на месте. Наверняка уже есть новые амбициозные у вас цели и планы. Вы знаете, как их достичь, если можно, поделитесь с нами. Наш коллектив, еще с тех времен, когда его возглавлял Владимир Андреевич Дворник, и сегодня мы никогда не стоим на месте. То есть мы всегда стараемся что-то улучшать, расширять, увеличивать объемы производства. Потому что на уровне республики не раз отмечено, что только крупные хозяйства могут добиваться хороших результатов. Поэтому мы постоянно ведем строительство, расшираем производство. И на сегодняшний день в хозяйстве реализуется несколько проектов для того, чтобы быть хозяйством полностью независимым ни от кого. На сегодняшний день мы ведем строительство цеха по производству инкубационного яйца, для того, чтобы быть независимым в плане получения суточных цыплят-бройлеров. Я думаю, что уже ближе к Новому году будет посажено поголовье, которое в начале следующего года начнет давать инкубационное яйцо. И уже в 2020 году у нас будут свои цыплята. Это опять же будет независимость, это опять же будет ниже себестоимость производства, потому что сегодня мы покупаем дорогого цыпленка. Также на сегодняшний день в Норолянском районе мы создаем условия для работы людям. Когда присоединили туда отделение, у нас там не было мехдвора. Мы эти годы, третий год, как бы, ну, ютились, где могли, с своей сельскохозяйственной техникой. И сегодня уже процентов на 70 готова новая мехмастерская, что позволит, опять же, создать условия для людей, для ремонта, для отдыха. Ну, мы желаем вам тоже, чтобы все удалось, все получилось, и чтобы мы еще не раз услышали и сами рассказали о ваших успехах. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Скважины-миллионщицы и те, на которых только недавно началась нефтедобыча. Журналисты региональных и республиканских средств массовой информации побывали в пресс-туре по самым важным и перспективным локациям, где добывает черное золото. Путешествие было посвящено 55-летию нефтедобычи в Беларуси. На месторождениях области побывала Марина Джалая. Первый пункт Тура – Карташовское месторождение. Его начали осваивать около пяти лет назад. За это время на его территории появилось более десяти скважин. Сейчас здесь бурят куст еще из трех. Внутри буровая установка, а она, кстати, может поднять вес, сопоставимый с двумя сотнями автомобилей, похожа на космический корабль. Внушительно и солидно. Техника белорусско-итальянского производства может бурить на глубине до 5000 метров. Светлогорское управление буровых работ на сегодняшний день занимается разбуриванием нефтяных месторождений в Республике Беларусь. Это одно из, можно сказать, вообще одно такое предприятие на территории нашей Республики. В составе нашего предприятия имеются 22 буровые установки. Ну, наподобие такой, как вы сейчас видите за моей спиной. Значит, бурим мы в год, 50 скважин сдаем заказчику. Всего в Беларуси в эксплуатации находится свыше 60 месторождений, на которых открыто почти 8,5 сотен скважин. Самая крупная – Речицкая. Это следующая остановка в путешествии журналистов. На его территории находится скважина номер 6, одна из 15 миллионщиц. Ей 55 лет, но скважина и сейчас дает нефть. Именно благодаря ей в 1964 году было аргументировано мнение о наличии в стране промышленных запасов нефти. В 1965 году Наталья Могилевич была лаборанткой промышленной лаборатории нефтегазодобывающего управления «Речица нефть». Когда приехали снимать, это была миллионная тонна нефти. Это был, конечно, праздник. Но для нас, какой праздник? Для нас рабочая обстановка. Оно вот видно, что это рабочая обстановка. Мне просто пришли и сказали, Наталья Семеновна, Наталья, 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 никакая не Семеновна. Наталья, необходимо пойти. Сейчас принесут колбу с нефтью. Вот. Надо сняться. Вот я и снялась. А потом, а потом, эта фотография, конечно, разлетелась везде, и в новостях, и в газетах, и в журнале, и всяких. Через какое-то время меня узнавали, даже приехавшие с Ивана Франковска, студенты на танцах подходят. Я вас знаю. Я говорю, откуда вы знаете? А я помню. Фотография два года назад прошла, а он помнит. Во время общения с прессой Наталья Могилевич не только вспомнила свое прошлое, но и как много десятилетий назад показала, как получала образцы нефти для проведения лабораторных исследований. Наталья Семеновна, держите. Спасибо. Ровно 53 года назад я держала такую же колбу. И действительно, душа переполняется чувствами, которые хочется выразить от всей всей души. Спасибо всем, кто осуществлял эту добычу. Спасибо вам. Начальные геологические запасы нефти на Реческом месторождении составляют 95 миллионов тонн. На этом участке пробырили 400 скважин. Ежегодно здесь добывают около 500 тысяч тонн сырья. На вопрос представителей масс-медиа о том, на сколько лет хватит залежей белорусской нефти, прозвучал достаточно оптимистичный ответ. Мы ведем ежегодно очень активно поиск и разведку нефтяных ресурсов на территории Республики Беларусь. И наша задача ежегодно приорачивать объем извлекаемых запасов на уровне объемов добычи нефти. Мы движемся вперед, мы постоянно в динамике, мы совершенствуемся, мы с уверенностью смотрим в будущее. Поэтому 30 лет – это тот минимум, который я назвал, исходя из сегодняшних реалий. А в перспективе, я думаю, с развитием технологий через 30 лет мы можем прийти еще к новому этапу, который позволит нам продолжить добычу на территории нашей страны. В прошлом году годовой объем полученной в Беларуси нефти составил 1 млн 670 тысяч тонн. Такого результата не было 23 года. Нынешние планы еще более амбициозные. Довести добычу до 1 млн 690 тысяч тонн. Всего с начала промышленной эксплуатации компания «Беларусьнефть» добыла в целом по стране более 136 млн тонн углеводородов. Марина Джала, Валерий Гопанько. Новости недели. Речицкий район. Телеканал «Беларусь-4 Гомель» продолжает цикл передач «Человек-года». В очередном выпуске программы авторы познакомят с председателем общественной организации «Совет отцов города Гомеля», основателем проекта «Папа-школа» и руководителем «Руху дворовых гульняв» Сергеем Бычковым. По образованию он учитель физкультуры, но работает в другой сфере. Занятие спортом всегда оставалось хобби, самым главным увлечением в жизни. Постепенно оно стало не просто полезной привычкой, а переросло в значимые социальные идеи. Так появился проект «Папа-школа», направленный на помощь молодым отцам в вопросах воспитания детей и укрепления семейных отношений. Подробнее о «Человеке», который в круг своих полезных замыслов объединил сотни людей, наш следующий сюжет. Сергей Бычков родился в агрогородке Довск Рогачевского района. Окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, стал преподавателем физической культуры и спорта. А потом получил еще два высших образования в области экономики и психологии. С этим багажом знания оставалось только определиться. Нужно было найти призвание. Мужчина должен выполнять свое призвание. Это должно быть у него в сердце. Делать что-то не только для себя. Ответ пришел с появлением детей. У Сергея их трое. И глядя на проблемы в молодых семьях, особенно на трудности, с которыми сталкиваются родители в воспитании, он понял, что хотел бы помочь. Так появился проект «Папа-школа», который объединил вокруг себя сотни молодых отцов. Проект просто бесподобный. Он не имеет аналогов в республике. И даже то, как он реализован на сегодняшний день, я не побоюсь этого слова, он на постсоветском пространстве, наверное, один из самых лучших. В программе «Знания в папа-школе» особое внимание физической активности. Поэтому проект «Папа-зал» не заставил себя долго ждать. Мы плотно занялись одной темой – это отцовство. Это еще с 2009 года. И просто так получилось, что эта тема, она начиналась как маленькая, она разрастается, разрастается, потому что с ходом опыта, скажем так, с годами, может быть, появляются просто новые пласты, новая категория. Мы занялись папа-школой и занялись папами и детьми, которые только родили. И тут же стал вопрос, а что дальше? Являясь к тому времени председателем Гомельского совета отцов, Сергей Бычков ни на минуту не собирался останавливаться на достигнутом. Наоборот, идей приходило больше. Находились и силы на них. «Он заражает энергией, на самом деле. Я бы многих вещей просто не сделал бы в школе, если бы не он. Реально понимаешь, чем больше он делает добрых дел, тем это лучше. Тем это лучше для него и для всех окружающих». Проект «Рух дворовых гульняв» стал следующим шагом в биографии Сергея. Сегодня это уже не только уличный футбол, но и другие виды спорта, такие как фрисби, стритбол, воркаут. В этом году команда модераторов инициативы собирается включить в список соревнований уличный хоккей. Но тут уже многое будет зависеть от устойчивых минусовых температур. В целом же «Рух дворовых гульня» уже объединил сотни семей областного центра. На соревнования приезжают участники из других городов Беларуси. Завистью отмечают качество площадки для воркаута. Это особая гордость Сергея и всех принимающих участие в реализации проекта людей. Очень важно, скорее, не стараться быть хорошим отцом, а стараться быть хорошим человеком в целом, чтобы быть примером для своих детей, примером для жены. Я всегда говорил, что самое лучшее для детей – это когда папа и мама любят друг друга. Я на всех своих курсах это говорю. Потому что если папа с мамой любят друг друга, ребенка 99%, да, и 9 десятых – будет все хорошо. Сергей Бычков стал обладателем звания «Человека года» в номинации «Открытие» и относится к этому событию по-философски. Главное, отмечает он, не останавливаться на достигнутом. Александр Гамоля, Евгений Макеенко. Специально для программы «Новости недели». На этой неделе определилась десятка финалистов национального отбора детского конкурса песни «Евровидение-2019». Он пройдет в польском Глевице в ноябре. Среди претендентов на участие есть и представительница Гомеля – Ксения Галецкая. В этом году она уже стала победительницей детского музыкального конкурса «Витебск-2019». В финальном шоу в сентябре Ксения будет выступать под четвертым номером. А в ожидании результатов отбора гомельчане могут посетить новые экспозиции, которые открылись на этой неделе. Подробнее о них и других культурных событиях расскажет Анна Корольчук. Этот фотоаппарат был выпущен на Минском механическом заводе имени Вавилова и получил свое название в честь первого полета «Женщины в космос». Дело в том, что позывным космонавта Валентины Терешковой как раз-таки и была «Чайка». Увидеть другие советские фотоаппараты и познакомиться с их историей можно в отделе редкой книги областной библиотеки имени Ленина. На выставке «Сквозь призму» объектива представлены модели из частной коллекции Александра Алексеичика, которая насчитывает уже более 200 экземпляров. Кроме раритетных фотоаппаратов, в экспозиции представлены объективы начала и середины 20 века, приспособления для изготовления и проявки фотоснимков и старинные фотографии из фондов Дворцово-паркового ансамбля. Кстати, открытие выставки приурочили ко Всемирному дню фотографии. Золотой свет полей. В выставочном зале областного центра народного творчества открылась выставка аппликаций из соломки от мастеров Гомельщины. С давних времен этот материал люди использовали для изготовления обуви, шляп, корзин и других предметов. Кроме того, считалось, что в соломе находится сила, которая оберегает и приносит счастье. Поэтому дома украшали соломинами панно. А народные умельцы попытались совместить древние традиции и современность, чтобы изготовить из этого материала оригинальные работы, например, разноцветные натюрморты. Помог окунуться в теплую атмосферу и фольклорный коллектив «Синички» из Будокошелевского района, который показал гостям фрагмент обряда «Дожинки». На следующей неделе у гомельчан будет возможность познакомиться с богатой и самобытной культурой Кореи. В кинотеатре «Мир» стартуют дни корейского кино. Во время фестиваля зрителям предложат к просмотру три разноплановых фильма. Драматическая комедия «Маленький лес» рассказывает о простой девушке Хивон. Не справившись с трудностями в личной профессиональной жизни, она уезжает в деревню, где по-настоящему чувствует себя свободной и счастливой. Биографический фильм «Дон Джу. Портрет поэта» основан на истории жизни известного корейского поэта Юн Дон Джу, который в годы Второй мировой войны был схвачен японской полицией и назван соучастником корейского подполья. Единственной отдушиной для юноши стала поэзия. Он создает сотни произведений в надежде, что люди узнают о них. Завершит фестиваль анимационный фильм «Дорога под названием «Жизнь», который состоит из трех историй, основанных на корейских народных рассказах. Главные герои – обычные люди, которые умеют видеть свет даже в полной темноте. Начало всех сеансов – 18 часов. Вход свободный. С культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Валерий Гопанько. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова